Очень часто текст устроен таким образом, что часть букв находится в нижнем регистре, а часть букв находится в верхнем регистре. Например, мы знаем, что все начало приложения начинается с большой буквы. Однако это немножко усложняет нам поиск конкретного слова в данном тексте, лишь потому что в языке Python слова, которые отличаются, допустим, в одной букве регистром, между собой не равны. Для того, чтобы с этим работали, у нас есть методы lower и upper. Метод lower возвращает копию строки, в которой все буквы находятся в строчном регистре или в нижнем регистре, а upper возвращает копию строки, в которой все буквы находятся в верхнем регистре. Когда мы данный код запустим, мы убедимся в том, что в первом случае у нас изменилась лишь одна первая буква, которая была за главной, а во втором случае изменились все эти буквы, которые шли после нее. Что самое главное, небуквенные символы не были изменены. Такая конструкция позволит нам теперь правильно находить число вхождений слова d. Для этого давайте сначала на экран выведем число вхождений слова d в оригинальную строку и затем в нашу строку в нижнем регистре. Мы увидим то, что во втором случае мы действительно посчитали то слово d, которое следует в самом начале и начинается с заглавной буквы. А в первом случае мы ее не посчитали. Метод replace позволяет нам найти все вхождения строки, которые мы передаем первым аргументом, и заменить ее на вхождение строки, которая передана вторым аргументом. В нашем случае мы хотим заменить все вхождения обычной запятой внутри строки s на запятую с пробелом, просто потому что мы считаем, что так выглядит красивее. Мы также откроем документацию, убедимся в том, что она принимает еще один дополнительный аргумент count, который означает число замен, которые мы должны сделать. Таким образом, если внутри нашего метода мы передадим еще один аргумент на 2, то мы заменим лишь два первых вхождения нашего символа запятая на запятую с пробелом. Что мы можем увидеть? Мы можем использовать метод split для того, чтобы разделить нашу строку по заданному разделителю. В нашем случае им будет пробел, и мы разобьем нашу строку на 4 по пробелу. Метод split прежде всего возвращает список. Когда мы выведем на экран документацию, мы увидим, что метод split также принимает еще один аргумент maxsplit. Если мы его передаем, то он определяет то количество разделений, которое мы можем сделать. Тогда если внутри нашего метода вызова split мы передадим еще аргумент 2, то мы убедимся в том, что мы разделяем нашу строку максимум 2 раза. Мы разделили ее 1 раз между 1 и 2, 2 раз между 2 и 3, а в 3 раз мы уже ее разделять не стали. Если мы вновь откроем документацию, то мы увидим еще один интересный факт. Если мы не указываем разделитель или он в действительности равен none, то мы будем использовать в качестве разделителя любую последовательность пробельных символов, и пустые строки будут удалены из ответа. Тогда если мы уберем аргумент у нашего вызова split и немножко изменим нашу строку, например, мы добавим сюда пробельных символов, между тройкой и четверкой добавим пробельных символов, сюда можем добавить даже пару табуляций, между тройкой и четверкой что-нибудь добавим, увидимся в том, что split отработал корректно и вернул нам значение 1, 2, 3 и 4. Вернемся к методу strip, а также к правому strip, то есть rstrip, и к левому strip, то есть lstrip. Если мы не передаем сюда аргументы, то он убирает ведущие пробельные символы, будь то пробелы, табуляции или другие пробельные символы. Когда мы его запустим, нам несложно убедиться в том, что действительно чистит справа, чистит слева, чистит с обоих концов. Также мы можем быть заинтересованы в том, чтобы удалять не пробельные символы, а какое-то другое множество символов. Мы можем создать строку, которая содержит символы, которые мы хотим удалить, и передать ее в качестве аргументов в наши strip-функции. Мы передадим данную строку в качестве аргумента и убедимся в том, что мы сначала убрали данные символы справа, затем слева, а затем и с обоих концов. И последний метод, который я хочу рассмотреть в данном уроке, это метод join. Метод join принимает единственный аргумент, это последовательность, то есть то, про чему можно проэтерироваться. В нашем случае это mapObject, и он вставляет ту строку, от которого его вызвали, между всеми элементами данной последовательности. И когда я его вызову, мы действительно убедимся в том, что мы ставили пробел между числами 1, 2, 3, 4, 5. Однако важно помнить, что элементы последовательности всегда должны быть строками. Именно поэтому я вызываю функцию str от каждого элемента моей числовой последовательности. Как и на прошлом шаге, часть из данных функций имеет правосторонние аналоги, и вы можете ознакомиться с ними в официальной документации всех методов класса str. Продолжение следует...